Приветствую вас на канале RedCat, вы смотрите апрельский рейтинг ютюберов Роблоксеров. В свой рейтинг я брал каналы, у которых от 40 тысяч подписчиков, но при этом еще должны выполняться некоторые условия. К примеру, чтобы ролики про Роблокс были не менее 30% от всех роликов, которые снимались в марте. К сожалению, Пози не справился с этим заданием в очередной раз и не попал в мой рейтинг. Было только одно видео про Роблокс. Такая же ситуация на канале Ли. Кстати, хочу пару слов сказать об этом канале. Ли наконец-то вернулась к Леонарду или он к ней. Теперь они опять ведут совместный канал, но без Роблокса. Также, ребята, не добавляю в рейтинг каналы Роблоксеров, которые не снимали Роблокс в прошлом месяце. Такой канал, к примеру, как Синчоус, либо же ФФГ ТВ. У них, к сожалению, вообще не было роликов. Ну и также, ребята, я оставляю правило, что нужно не менее трех видео про Роблокс, чтобы у вас было на канале. Из-за такого правила не попал ко мне Тимоха, у которого было всего два видео за прошлый месяц, его друг Леон с одним видео и так далее. Ну и последнее правило, я не беру ребят, которые снимают шорсов больше, чем обычных роликов. К примеру, Черри Майтенс, несмотря на то, что снял аж четыре ролика, у него было шорсов намного больше, поэтому он не попал в мой рейтинг. В начале каждого месяца также, ребята, я напоминаю, что вы можете стать спонсором моего канала и помогать мне лично и моему каналу развиваться и дальше. Только благодаря вашим просмотрам этот канал существует. Ну и, конечно же, за то, что вы будете помогать и спонсировать мой канал, я тоже подготовил для вас некоторые плюшки, которые вы видите на экране. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал или планирует это сделать. Ну а теперь переходим к рейтингу. Все данные о количестве подписчиков на канале я брал в состоянии на 3 апреля 2023 года. Целых 9 новых каналов рейтинга, ребята, и первый из них на 75-м месте канал Захарчина. Почти 41 тысяча подписчиков. Однажды даже мы поиграли вместе в Дор с этим каналом. Думаю, вы понимаете, какую игру любит больше всего Захарчина. 74-е место, то же самое количество подписчиков у канала Джон Кобра. Делаем, ребята, ставки, кто в следующем месяце будет выше. 73-е место, ребята, еще один новичок, это канал Настик, которая обожает играть в Adobe Mi и очень рада, что наконец-то попала в мой рейтинг. Следом за ней на 72-й строчке моего рейтинга еще один новичок, это канал Иран Ран. Это очень круто, что у нас появился канал, который любит снимать про разные машинки в робоксе. И самая любимая его игра это Дейлшип Тайкунчик. Ну что ж, мне будет интересно, какие еще прикольные игры сможет показать этот канал. На 71-м месте у нас канал Севинишка, которая днем и ночью только и занимается, что делает трейды в Adobe Mi. Топ-70 у нас открывает канал Крошка Настя, у которой почти 60 тысяч подписчиков. Ну и как вы догадались, Крошка Настя тоже у нас обожает играть именно в Adobe Mi. 69-е место, ребята, канал My Game. 61 тысяча подписчиков на канале. И этот канал любит делать разные реакции. Ну а следующую ступеньку занял Киберзаяц, у которого любовь к разного рода симуляторам в робоксе. Следом за ним на 67-м месте у нас расположились робоксерши YouTube. Ну правда, всего лишь одна ведет этот канал. И да, спасибо огромное, что вы поменяли превью и теперь у вас не 2022-й год, а 2023-й. Две шестерочки, ребят, на канале Конфетка Плей, у которой почти 66 тысяч подписчиков. Зацените ее прекрасное превью на 1 апреля. 65-е место у канала Aizen, который, как и я, обожает играть в Doors. Ну и, конечно же, снимал обновление на 1 апреля. На 64-м месте у нас канал Manco. Manco любит поиграть в MM2, либо же в Adobe Mi. Думаю, что это неплохая комбинация. 63-е место это канал HeySlowCare. Но я думаю, что зрители моего канала уже знакомы с этим ютюбером. В прошлом месяце мы пытались пройти страшные двери робокс вместе. Итак, ребята, 62-е место это новичок моего рейтинга Dumbon Roblox. Это еще один для нас любитель симулятора питомцев X. Все любители этой игры, заходите на канал. 61-я строчка моего рейтинга досталась Banziga, у которого уже 70 тысяч подписчиков. И он играет в две самые любимые его игры. Ну а ТОП-60, ребята, у нас открывает еще один новичок моего рейтинга. Канал под названием Кто такой вообще ваш AVENS? Ну что ж, ребята, будет интересно, насколько быстро сможет свое простое желание в 100к подписчиков реализовать AVENS. Далее за ним на 59-м месте расположился Влад АФК, который также у нас любитель пэт-симуляторов X. Ну а сразу за Влада на 58-м месте у нас бабулька, которая более разнообразна, чем Влад. Она любит поиграть в разнообразные игры робокса. На 57-м месте буквально на 200 подписчиков больше набрала Янчик, с которой обожает играть в MM2 и никаких Adobe Mi. 56-я строчка у канала Винтер, у которого 92 тысячи подписчиков и он недалеко убежал от своих преследователей. Винтер расскажет вам обо всем, что происходит в блог Фрутс. Две пятерочки, ребята, на канале Кексович, у которой 93 тысячи подписчиков и она любит рассказывать про разные бесплатные вещи в робоксе. Впрочем, как и я. А на 54-м месте у нас Черри Чаинг, у которой почти 100 тысяч подписчиков и она обожает играть в Tower of Hell. Давненько я не играл в эту игру, интересно, что же там новенького. Ну а 53-е место у нас занимает новичок моего рейтинга Супер Ёж. Кстати, у него, по-моему, было другое название, но в этом месте он его переименовал. 112 тысяч подписчиков на канале и мы тоже тут видим много бесплатных вещей в робоксе. Следом за ним на 52-м месте у нас новичок моего рейтинга, канал Ходилки-Бродилки. У него одинаковое с Ёжиком количество подписчиков и мне будет очень интересно, кто же кого победит в следующем месяце. Ну а может они даже перегонят Бамбактус Плей, который находится сразу за ними на 51-м месте. Раньше этот канал очень любил Радужные Друзья, но сейчас активно снимает просадик Бан-Бан. Топ-50, ребят, открывает канал Ника Шоу, которое точно такое же количество подписчиков, как у Бамбактуса. Но мне что-то подсказывает, что все-таки Нику обгонят в следующем месяце. 49-я строчка в моем рейтинге у Кнобзи, которого можно поздравить с тем, что он получил наконец-то серебряную кнопку. И буквально сегодня я уже видел, как она выглядит. Поздравляем! 48-е место у канала Steam Team, который снимает ярких, сочных пэтов в симуляторе питомцев X. Но почему-то на шапке канала мы видим какого-то мужика с винтовкой и машину. Никакой связи не прослеживаю. 47-е место, ребят, это канал Цезарь. Не тот, который салат, а тот, который любит поиграть в Pet Simulator X и сделать разнообразный контент по этому поводу. На 46-м месте у нас канал Minori Roblox, 137 тысяч подписчиков. И она любит снимать всякие истории в Brookhaven. 45-е место у канала Florov Garant, который любит поиграть в Adobe Mi, Brook Foods, либо же MM2. Две четверочки, ребят, у канала UH Games. 157 тысяч подписчиков, это крутой канал, который классно строит постройки в Build the Blood. Отличные просмотры и отличный контент. Всем советую. 43-е место у канала ZS. Несмотря на то, что было всего лишь одно видео за месяц, подобные каналы с анимацией я все-таки добавляю в свой рейтинг. 42-я строчка в моем рейтинге досталась Кронусу Play, который любит снимать Pet Simulator X. Ну и конечно же расскажет вам про самые невероятные истории в этой игре. 41-е место у канала Kliksa, который продолжает отрицательный набор подписчиков. К сожалению, без краденных шорцев никак не продвигается канал вверх. Топ-40 открывает канал Zenji, который тоже любит поиграть в Doors, но правда иногда с читами, что я не приветствую. 39-я строчка в моем рейтинге достается Фанриксу, который обожает снимать Pet Simulator X и делать крутые стримчики на обновы. Ну а следом за ним на 38-м месте еще один любитель поиграть в Pet Simulator X. Это канал ReWing. 223 тысячи подписчиков. 37-е место, ребята, это канал Kliksa, который опять же-таки выложил только одно видео, но для подобного канала это окей. Ну а на 36-м месте, ребята, моего рейтинга это Little Toys, которая изменила название своего канала и теперь называется Vickulionok Play. 225 тысяч подписчиков, очень классная ютюберша, всем советую подписываться. 35-е место, ребята, это канал Jazza Play, который обожает снимать разные эволюции. Если вы не знаете каких-либо эволюций, все сможете найти на этом канале. 34-е, это канал Люцейка, который любит рассказывать про бесплатные вещи и про разные утечки в Роблоксе о новых бесплатных вещах. 2-3, ребята, это канал Flasko. После непродолжительного перерыва Flasko опять вернулась в Роблокс и продолжает снимать видосики. 32-е место, ребята, It's Bro. It's Bro у нас обожает играть в Pet Simulator X, также в симулятор жвачки и другие подобные симуляторы. Он просто реально профессионал в этих играх. 31-я строчка, ребята, это Робли Ром, у которого 327 тысяч подписчиков, и он расскажет вам про все симуляторы, которые есть в Роблоксе. Топ-30, ребята, открыл Кит, который, к сожалению, снимает только по 4 видео, не очень активно он ведет этот канал. У него есть другой, более большой канал, который он постоянно обновляет, и поэтому просмотры тоже небольшие. На 29-м месте у нас канал Брайса, который обожает снимать разные крутые видосики про Брук Хэвен. Впрочем, как его подружка Пирогова, которая уже наснимала на 114 тысяч подписчиков. 28-е место, это Динара Геймс. У нее 497 тысяч подписчиков, и набрала она такое огромное количество подписчиков, благодаря тому, что постоянно что-то обещает подарить в Adobe Mi. Ну а следом за ней на 27-м месте у нас Капанда, который ничего не дарит, но делает крутые видосики про свои любимые игры в Роблоксе. 26-е место, ребята, это канал Бабка Шоу, который, видимо, ну очень любит сайт RBX3, если даже поменял ради них свою шапку канала. 25-е место, ребята, это канал The Robert. Очень часто я не показываю этот канал в своем рейтинге, из-за того, что контент на нем не самый нужный для подписчиков. В основном это кликбейты, как получать бесплатные робоксы. Ну на 24-м месте у нас Папа Плей, у которого 619 тысяч подписчиков, и он единственный в семье, кто продолжает снимать робокс на русском языке. Все дети его уже давно говорят на английском. 23-е место, ребята, это канал Князечка, у него 678 тысяч подписчиков, и он активно снимает видосики про Дорс. Две двоечки, и, как всегда, Робзи, у которого уже 685 тысяч подписчиков, и он очень активно снимает видосы на этот канал. Даже по просмотрам этот канал лучше, чем его второй канал, 5-миллионник. 21-ю строчку своего рейтинга я дал Ульянке Рейнбоу, и это первая представительница Улья. Вместе со своими друзьями они постоянно снимают разные видео про робокс. ТОП-20, ребята, неожиданно занимает Хэппи Фрэш, у которого на секундочку 822 тысячи подписчиков. Не знаю где, ребята, но Хэппи Фрэш за прошлый месяц заработал 216 тысяч подписчиков. И это рекорд, который не удается даже каналам миллионников. Но на 19-м месте волнуется крошка Ева. Вместо ее привычной подружки Ульянки появился какой-то Хэппи Фрэш. Надеюсь, Йош ее спасет. 18-я строчка в моем рейтинге у Смайл Фредди, который ну никак не может добраться до черты в 1 миллион подписчиков. Поэтому, ребята, давайте дружно, кто не подписался, подпишемся, если вам нравится контент Фредди. 17-е место у канала Песика Лайки, который отметил 1 миллион подписчиков и продолжает нас радовать разными видосиками в робоксе. 16-е место, ребята, у канала Альберт Роблокс и многое другое. Многого другого я не заметил, в основном Роблокс, но опять же таки, как всегда, у Альберта плохи дела. Не туда и не сюда. Стоит канал на одном месте. 15-е место, ребята, канал Ностя. Очень быстро набирает на обороты и снимает довольно-таки годный контент. Ждем новых роликов. 14-е место у канала Йоши Мура, который теперь у нас называется просто Йоши. У Йоши хорошие просмотры благодаря его подружкам. 13-е место это канал Нубастер, у которого уже 1 миллион 220 тысяч подписчиков. Очень красочный канал по превьюшкам. 12-е место занимает Кот Леонард. Да, ребята, я думаю, что вы помните этот канал, который когда-то ушел из робокса и вот он опять вернулся. Он помирился с Лео и продолжает теперь снимать видео про робокс, но жалуется на какой-то скрытый теневой бан, из-за которого ролики плохо набирают просмотры. 2 единички, ребята, это канал Женяша. Кстати, а что делает Лэйди Баг на превьюхе у Женяши? Женяша очень активно снимает видосики, но, к сожалению, просмотры не радуют. 5,3 миллиона за март и только 10 тысяч новых подписок за месяц. Желаю Женяше добавить просмотров и подписчиков. Ну а топ-10, ребята, открывает канал RedCat. Я надеюсь, что вам нравится этот канал и благодаря вам я собрал 110 тысяч подписчиков за месяц. По-моему, это рекорд на моем канале. Также очень прибавил в просмотрах и теперь у меня 26,5 миллионов просмотров за месяц. Я очень признателен всем и каждому за то, что вы делаете, за то, что вы смотрите видео, за то, что комментируете, ставите лайк и приходите на премьеры и стримы. Очень надеюсь, что вы дальше не покинете мой канал и мы будем вместе радоваться новым играм в Роблоксе. Ну а передо мной неожиданно влез новый канал под названием ТОПСИ. Не могу сказать, что это прям совсем новый канал. Когда-то он был у нас в рейтинге, когда была Пигги. И вот сейчас он решил активно поиграть в Дорс, из-за чего и попал в мой рейтинг. Самые любимые в ТОПСИ игры это Грэнни, Мороженщик и что-то в этом духе. Ну что ж, ребят, посмотрим, насколько долго задержатся в рейтинге у меня ТОПСИ. Восьмое место, ребят, канал Папа и Дочки Геймс, который очень активно снимает видосики. И суммарно они набирают по 43 миллиона просмотров. Это просто фантастический результат. Также Папа и Дочки добавил 70 тысяч подписчиков. И, кстати, он обогнал канал Вики Шоу Плей, которая, к сожалению, не попала в рейтинг из-за того, что снимала мало видосиков. Что желаю, как можно быстрее добраться до 2 миллионов подписчиков. Седьмое место досталось Кошке Лане, которая тоже очень и очень круто набирает просмотры подписчиков. Плюс 50 тысяч новых было подписок и 30 миллионов просмотров. Это, насколько я знаю, тоже рекорд на канале Кошке Ланы. Шестое место досталось Крутому Папе, который, судя по просмотрам, уже почему-то стал не крутым. Хотя это очень странно, даже меньше миллиона иметь просмотров на канале. Обычно его истории очень хорошо набирают. Возможно, он удалял какие-то истории. Также очень мало добавилось зрителей. Всего лишь 10 тысяч за месяц. Топ-5 у нас открывает FamilyPlayTV, которая может показать мастер-класс Крутому Папе, как нужно набирать подписчиков и просмотры. Плюс 80 тысяч подписок и 41 миллион просмотров за март. Четвертое место на канале Валеришка Сим, у которой почти 3 миллиона подписчиков и плюс 20 было за прошлый месяц. Валеришка Сим активно играет в Roblox, ну а также набрала 8,6 миллионов просмотров. Ну а следом за ней на третьем месте у нас Веселый Кот, почти собравший уже 4 миллиона подписчиков. Плюс 40 тысяч было новых подписок и 16 миллионов по просмотрам. Ну а на втором месте, ребята, сразу же за веселым котом, его дружбан Котенок Лайк. Котенок Лайк имеет все шансы быстрее добраться до 4 миллионов подписчиков. Было плюс 50 тысяч новых подписок и 32,5, несмотря на то, что Лайк снимает по 3-4 видео в месяц. Такой статистике можно только позавидовать. Ну и на первом месте у нас канал Овершоу, у которого 5,5 миллионов подписчиков и плюс 90 тысяч новых он добавил за прошлый месяц. 84 миллиона просмотров. Это намного лучше, чем даже у того же пози. Ну что ж, ребята, на этом рейтинг мой закончился. Я надеюсь, он вам понравился. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал и до новой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok